Привет, привет. Ой, блин, ребят, вас столько много с разных уголков планеты. Нас тоже кайфово с природой. Ну, пенза, блин, ну, то же самое. Это же мы все почти рядышком, грубо говоря, мы все рядышком находимся на Волге-матушке. А будете делать цветные тату? Лифос, ну, честно говоря, не планировала. Мне больше нравится именно черно-белый стиль. Если, возможно, может быть, какую-то тату-ху добавлю, знаешь, такого темно-красного бордового цвета, темно-красного бордового цвета, чтобы он слишком сильно не выделялся, да, вот, там, например, на фоне черно-белого. Вот, а так, в основном, я больше именно стиль черно-белый люблю. Вот, и все. А чтобы такие какие-то прям цветные, не знаю, ну, как-то пока что не мое. Может быть, позже будет нравиться, понимаете? Понимаете, как это говорится? Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Потому что мы не знаем, что будет через пять лет. Понимаете, мы не можем утверждать на сто процентов, да, там, к примеру, что и как ты будешь мыслить лет через пять. Потому что любая ситуация может измениться в одну секунду, понимаете? Вот, в одну секунду. И с этой ситуацией изменится, к примеру, твоя позиция какая-то, да, твое отношение к чему-то. Поэтому зарекаться, что я, блядь, я, головка от хуя, блядь. Не надо никогда, ребят. Вот. Привет, привет. Идиот в кометах. Чтобы область живота уходила, нужно в первую очередь питание изменить. Да, да, обязательно, ребята. Конечно. Но в любом случае, очагово, локально, жировая в нашем организме не уходит. Вот в чем дело. Это общий процесс липолиза идет. Добрый день. Спасибо. И вам, ребят, хорошего дня, хороших выходных, майских праздников. Хорошего их провести, отдохнуть и с близкими, и родными людьми. Так сказать, в позитиве и в комфорте, и уюте. Куда она смотрит? У меня 10 телефонов. Так у меня сразу два эфира идет, инстаграм и контакт, эфир идет. И там, и там. И сейчас же получается, видите, я с двух площадок тренировки веду. И с инстаграма, и с контакта. Потому что у кого-то, у кого-то нет инстаграма, да, есть контакт. А у кого-то нет контакта, но есть инстаграм. Хорошо вы тут. Я в инсте уже не сижу. Глючит даже с VPN. Но вот, видишь, Надин, я поэтому говорю. Я поэтому и стала сейчас две площадки вести. Потому что сейчас аудитория, она разделилась 50 на 50, реально. Вот, 50 на 50. Инстаграм и, так сказать, контакт. Мнение меняется, так называется, так называется старость. Ну, нет, это называется, лесов, не старость. Это называется жизненный опыт и мудрость. Не старость. Не, ну, кто-то, если хочет, может называть, конечно, это старостью, да. Но это жизненный опыт, это мудрость. А как ни крути. Жизнь не стоит на месте. Вы двигаетесь. И жизнь двигается. Как же хорошо все тело после тренировки себя чувствует. Вся довольная. Какая-то стопка четосов. Сколько раз в день можно заменить прием пищи на протеин? Ирин, ну, я не советую больше двух раз. Все-таки стараться питаться более натуральными, ну, натуральными, нормальными продуктами. Стараться не больше двух раз. Понимаешь? Один-два раза прям в толок. То, что как ни крути, натуральная еда есть натуральная еда. И стараться все-таки свои организмы обогащать и спонсировать натуральными витаминами. Хотя, конечно, знаете, вот сейчас говорить о натуральности витаминов в наших продуктах, конечно же, это, с одной стороны, даже смешно. С одной стороны, смешно. Потому что даже не знаешь, где они, блядь, и как выращиваются. А выращиваются они тоже так же, блядь, на всяких химических компонентах, да. Животные кормятся так же химозой, комбикормом каким-то, да, вот, для быстрого роста. Поэтому, как бы, сейчас о натуральности продуктов у нас говорит, ну, реально смешно. А если не тянет сейчас на мясо, только мне овощи и фрукты. Мари, то же самое могу так же сказать. Я сейчас немножечко тоже на мясо не налегаю, но белок нужно потреблять. Поэтому, соответственно, один-два раза я употребляю протеин, да, чтобы восполнять по белку, чтобы не было дефицита, да. И стараюсь так же, чтобы не было дефицита. Ну, мясо один раз в день я скушаю, остальное на растительный белок перехожу, понимаешь. Чтобы белок в любом случае белковый нутриент был. Я то же самое говорю сейчас. Я особо сильно мясо, ну, прям вот убей, не особо хочу. Поэтому я там один раз в день скушаю говядинку, да, там что-то такое сготовлю из говядины или из рыбы. Курицу сейчас опять не могу жрать. Прям вот тут стоит курица. Рыбы много тоже не могу. Вот тут стоит. Говядина тоже вот здесь стоит. Вот. Соответственно, я сейчас на растительный белок пришла. Вот сегодня, наверное, попробую из сои сделать, из мяса сои, соевого мяса так сделать, что-нибудь. У меня как раз лежит там пакетик соевого мяса. Вот. Постараюсь что-нибудь там с овощами, может быть, сготовить. Поэтому стараться, понимаете, стараться мобильно. Но самое главное поддерживать именно белковый нутриент, чтобы был. Чтобы сильного дефицита не было. Иначе потеряете свои мышцы, остатки своих мышц, которые есть. Не знаю, почему так происходит. Надин. Ну, блин, ситуации разные могут быть. Потребности организма тоже разные, понимаешь, как бы. Бывает, приедается вот так вот, как вот мне. Понимаешь, тоже приедается уже вот здесь вот просто. Вот. Плюс я также анализы сдала, да, я зажелезена очень сильно. Я потому что очень много ем говядины, да. А говядина, так сказать, богата очень тоже железом. Вот. Соответственно, я зажелезена. Поэтому я сейчас по мясным, по мясу тоже убавила. Сейчас поэтому чуть на растительное перешла, чтобы немножечко, так сказать, уровень железа в крови понизился. Потому что, чтобы не было тоже интоксикации никакой. Вот. Вот. Поэтому, если вот не хотите сейчас, к примеру, есть, ну, мясо, да, к примеру, ковядину там, ну, не ешьте. Ну, главное, один белок замените на другой, чтобы не было дефицита. Вот. Вот как я сейчас, к примеру, делаю. У меня, конечно, сейчас вот стоит там мяско, да, вот, говядинка. Но потом ближе к вечеру, прям другой прием у меня будет более растительный. Вот. Из растительных белков. Постоянно нужно заменять, варьировать это все. Растительный белок. Это стручковая фасоль, грибы, соевое мясо, соя может тоже подойти. Да, шпинат. Вот. Все из растительных нутриентов. Она, конечно же, по аминокислотному составу беднее намного, беднее, чем мясной белок, да. Но, если уж такая потребность, все-таки, да, не хочется есть мясо, ну, что ж поделать-то. Слава шпинат не вызывает доверия. Бля, нет, правда, он вкусный же. Если вкусно приготовлен шпинат, он вкусный. О, не вызывает доверия. Бля. Потом яичный белок можете заменять. Привет, привет, ребят. Единственное, яйца могу кушать. Но тоже, смотри, видишь, на яйца налегать тоже не надо сильно, потому что, может быть, не сварение. Кушать постоянно и двигать даже с ней. Ирина, надо просто правильно кушать, надо правильно рассчитать необходимые нутриенты для того, чтобы шел набор именно веса, да. И, конечно же, силовой тренинг. Хочу жрать, хочу жрать, хочу жрать. Яичный куда не шло ноль. Шпинат. Шпинат. Шпина на пинато. Шпина на пинайка. Нет, шпинат вкусный, если он хорошо приготовлен. Вкусная штука. Вкусная штука. Ну, блин, а что делать? Так, ну что, ребятули, давайте я эфирчик буду, наверное, сохранять. Я пойду сейчас дотренируюсь. Хочу сегодня плечи поделать. Плечи доделать. Я обожаю плечи. Вот, пойду отдельно плечи подолблю. Ритуль, а сегодня нет никакой записи по тренировке. Гульяхина 86 будет, ребят, подождите. Сейчас админ запись тренировки выложит сегодняшней. Просто в инстаграме слетели эфиры, ребят, как обычно, блядь. Вот. Вконтакте эфиры все хорошо прошли, в инстаграме два раза выбило из эфира. Поэтому админ сейчас сделает запись, выложит. Не переживайте. А, уже выложена, уже выложена запись сегодняшней тренировки, ребят. Уже все выложено. Вот. Ну что, ребят, давайте я сохраняю эфирчик. Как раз я немножко сейчас передохнула. И пойду сейчас на силовую. Сделаю плечики отдельно, подолблю их. Обожаю плечи. Я просто люблю плечи. Это моя страсть плечи. Не знаю, я люблю красивые плечи. Вот, поэтому я прям отдельно тренирую плечи, долблю их. Вот. Поэтому, если кто хочет себе плечи, добавляйте отдельно тренировку. Отдельно прям долбите их, и тогда у вас будут красивые, круглые плечики. Вот. Все, давайте. Всех вас люблю, целую. Желаю вам отличного дня и, конечно же, хорошего настроения. Отдыхайте, восстанавливайтесь, проводите время с близкими, с близкими родными и друзьями в хорошей, приятной, комфортной, уютной, душевной, доброй остановке. Вот. Это самое главное. Вот, ребят. Тогда будет все хорошо, и в голове будет порядок, а не будет какого-то хаоса. Вот. Ну и центральная нервная система ваша будет в хорошем гармоничном состоянии. Вот. Поэтому я с вами не прощаюсь, желаю вам отличных праздничных дней. Впереди, потому что классные праздничные дни. Вот. Отдыхайте, восстанавливайтесь. Не забываем, что у нас впереди с 23 мая стартует Маргофон, и будет три недели тяжелого тренировочного режима. Тяжелых тренировок. По две тренировки в день будет. Вот. Три раза в неделю по две тренировки в день будет, да. Потому что будут добавлены отдельно силовые тренировки еще вдобавок. Вот. Поэтому готовьтесь, не перегружайтесь сейчас, ребят. Не лишкуйте. Тренировки никуда не убегут их, до пизды этих тренировок. Понятно? Главное морально не перегореть. Understand me? Но и не перерасслабляться. То есть сейчас держаться в таком хорошем, light, спокойном режиме. Light, спокойном. Спокойно потренировался, хорошо отдохнул, расслабился. Понятно? Вот. Так что не лишкуйте, ребят. Впереди будет до пизды тренировок. Реально, до пизды. Что аж блевать потянет от них. Понятно? Все. Давайте всех. Люблю, целую. Желаем еще раз отличного дня. Прекрасного настроения. Ну и, конечно же, всех с праздничками. С праздничками. Всем пока-пока.